Он подписал, в 1701 год Рим, и после третьей страфы все, что описанное здесь, чистая правда, полный аквеизм, ибо... Так вот, я вам прошу прощения. Это из римских его воспоминаний. Я пил из этого фонтана, в ущелье Рима, теперь не замочит каптана, канай, любима. Моя подружка Викенина, в порядке штрафа, мне предпочла кормить Фаврина, кормить Граба. Граб в сущности совсем не мерзок, он свет и стройный. Я был с ним по-российски дерзок, он был расстроен. Но что трагедия, измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Чем был бы Рим иначе? Гидом, толпой, музеем, автобусом, отелем, видом, терроризеем. А так он, вместо грусти, высклоненный парень и двери запяты на е-дель-тунай. Сидишь, обдумывая строчку, и пригорел вниз, глядишь в невидомую точку, почти что юность. Как возвышает это дело? Как в миг печали все забываешь, юбку, тело, где-то окончали. Пусть и последний армалина, выпад за мором, на джентльмена, дворянина, клоешься пригором. Нет, я вам доложу, утрата, за вам, не груха, из вас творят аристократы, хотя бы духа. Забудем о дешевом графе, заломим крови, поддать мы в миг печали праве, хоть спринься в крови. Усталый раб из той породы, где зрим все чаще, под занавес в одну свободу. Она послаще любви, привязанности, веры, креста полала, поскольку и до нашей эры существовала. Сорлись все звезды с небосхода, исчезли местность, все ж не останула свобода, чья ночь словесность. Она, какая есть в городе благо, не без приюта. Скрипит перо, черней бумага, лети минута. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...